Двигаемся дальше, и у нас на очереди, как ранее подчеркнула Ада, сюжет о более уже такой волонтерской деятельности. Мы знаем, что в республике Мунингушетия не так давно приехали ребята... Беженцы. Да, беженцы из Палестины. Вот, и нам, собственно, стало интересно, чем они занимаются, как проводят свой досуг, с пользой ли или нет. Для того, чтобы узнать, чем занимаются детки из Палестины, я познакомилась с Накиром Зангеевым. Это молодой человек, очень достаточно талантливый, он уже был известен в наших кругах тем, что выиграл конкурс «Большая перемена», написал книгу по изучению ингурского языка, сейчас он занимается обучением палестинских деток русскому языку. Русскому языку и ингурскому в том числе. Кстати, что примечательно, Накир буквально год назад уже был в нашей студии, где делился своими достижениями, о том, как он занял первое место и выиграл 1 миллион рублей на фестивале под названием «Большая перемена». Да, посмотрим, насколько продуктивны успехи Накира в этот раз, и предлагаю посмотреть сюжет о дочери, который специально подготовила его для нас. Смотрим, не переключаемся. Всем привет, дорогие телезрители! Прямо сейчас мы с вами находимся на пороге гостиницы, которая приняла к себе беженцев из Палестины. Сейчас мы с вами отправимся внутрь этой гостиницы и зададим пару вопросов Накирушну. «Большая перемена» «Большая перемена» «Большая перемена» «Мы организовали сбор, поехали с подарками и вручили им. Но они были даже больше рады нашему визиту, и очень сильно к нам привязались, писали в социальных сетях нам о том, чтобы мы приходили снова, особенно мне, и я не мог им отказать, потому что таким людям хочется во всем угождать, потакать, тем более они так много натерпелись. И я, несомненно, приходил к ним и в один момент они выявили желание о том, что они хотят учиться русскому языку, также ингушскому. Просто у взрослых уже есть преподаватели, а детей пока что немного ограничили в этом плане и нашли для них учителя. И я не смог им отказать, тем более у меня имеется опыт обучения детей. Я педагог дополнительного образования и помогаю детям как раз таки с освоением чего-либо. И вот так вот я начал путь обучения детей русскому языку. На каком языке, получается, вы ведете основную часть урока? Дети понимают вас, когда вы разговариваете с ними на русском? На русском они понимают только простые фразы, их маленькое количество, но у нас в основном идет общение, перемешку с английским и арабским языком. И бывает то, что мы можем понимать друг друга даже без слов. То есть это настолько развитые дети, настолько способные, что им даже не приходится иногда объяснять. Они могут по взгляду все понять. Все. I understand. То они сразу говорят, я понял, все, непонятно. Привет! Меня зовут Дана Абушарих. Мне очень нравится учить русский язык. Я люблю изучать русский язык. Как вы думаете, что им дается лучше? Какой именно язык русский или лимбургский? Отметить, какой им дается легче будет тяжело, потому что в основном мы обучаемся русскому языку, он мне понадобится больше. Но я заметил, что у них гораздо больший интерес предрасположен именно к ингушскому языку. Я помню, у меня здесь появился маленький друг, его зовут Ахмед. Многие это знают по моим статусам и аватаркам уже. Он мне твердо заявил, я не хочу учить русский язык, я хочу ингушский язык учить. В первую очередь хочу учить цифры. И многие уже видели видео, его выставляли в региональных пабликах, как палестинские дети повторяют за мной цифры на ингушском языке. И у них это получается. Мне кажется, больше этот интерес у них предрасположен именно к нашему языку, потому что все-таки арабский и ингушский язык немного созвучны. Даже буквы, есть те буквы, которые только в этом языке. И они созвучны на самом деле, и много слов, которые заимствованы. Меня очень нравится учить русский язык. Русский язык, как вы думаете, легко дается детям? Русский язык, чтобы учить любой язык, это обязательно общение. Если я буду учить ингушетию, допустим, здесь без общения, даже 5 лет не хватит. А если есть общение сначала в университете, или в школу, или в садик, и общение с народом на русском языке, тогда они будут учить и разговаривать на русском языке. А удаленно, или урок, как и здесь, один урок, и до свидания, это они не смогут разговаривать на русском. Когда они будут разговаривать на русском хорошо, им они, может, как-то обстоят, как-то будет более удобно здесь. Спасибо, ингушетия, спасибо, весь народ, вы молодцы. Спасибо. Барак Аллаху вكم, и в мизане хасанатكم, иншاء Аллах.